Я считаю, что сегодня один из знаковых для граждан, для нашей страны, для Конституции Российской Федерации принимается закон, который внесли депутаты от Москвы, Единая Россия, Белых и их коллеги. Суть закона в том, чтобы приравнять встречи депутатам Государственной Думы, органов местного собрания, ЗАГС, собрания, вообще всех депутатов представительных органов к митингам. А это другой закон, это другой статус. И по Конституции есть разделение, есть представительная власть, есть исполнительная власть, есть судебная власть. И они самостоятельны. И у представительной власти в лице депутатов есть свои права и обязанности по закону о статусе депутата. И мы до сегодняшнего дня, до принятия этого закона, имели право в любом месте, в любое время, по требованию избирателей прийти, выслушать, высказать и дать информацию, что делает Госдума, какие законы принимаются и как будет жить народ. Вот кому-то, а теперь понятно кому, это Единая Россия, я абсолютно убежден, что это и администрация президента, я абсолютно убежден, что это и мэрия, потому что в Москве такой закон уже принят на уровне ЗАГСобрания Москвы и в Санкт-Петербурге в том числе. Но учитывая, что депутаты Госдумы под их законы не попадали, они решили изменить федеральный закон. И теперь депутат Госдумы в ранге министра должен спрашивать соизволение и разрешение у исполнительной власти, а можно ли в этом месте провести встречу со своими избирателями. А можно ли и имеет ли право депутат прийти по требованию избирателя во двор и там провести эту встречу. По этому закону за 7 дней надо делать заявку, рассматривает исполнительная власть на уровне префекта, главы, так сказать, либо села какого-то, и будет тебе говорить, нет, нет, депутат, ты не депутат, ты будешь подчиняться и стоять у моей ноги, я притопну, и ты не имеешь права встречаться с избирателями, рассказывать, что ты там делаешь, какие законы принимаешь. И могу разрешить, а могу не разрешить. Разделение властей по Конституции этот закон полностью уничтожает. Полностью право на получение информации населением о работе представительного органа власти и право доводить до населения, до избирателей, до граждан информацию, как работает депутата, этот закон полностью растапливается. Полностью. Значит, я так предполагаю, что это связано все-таки с боязнью улицы, боязнью того, что власть открыто, гласно работает, что она контактирует с избирателями, она берет наказы депутаты и притворяет их жизнь через законодательство. Власть, я вижу, как она перепугалась тех самых шествий и митингов, касающихся вопросов требования от правительства, от Минведева, сказать, кто, значит, есть ли коррупционная составляющая в его работе, либо нет. Люди вышли 26-го числа. Это напугало власть. А учитывая, что нам в последнее время, в течение последних двух лет, митинги практически отказывают на отмашь, и не только здесь, в Москве, а по всей стране, нам оппозиции, депутаты от Компартии по заявкам дают отрицательное заключение и не дают возможности проводить эти митинги. Мы проводили их в форме встреч. И это нормально, это разумно, это естественно. У нас власть должна работать открыто, в том числе и депутаты, прозрачно, гласно, и должны вот так вот общаться с населением. Просто и запросто. Но это не нравится сегодня власть придержащим, не нравится единой России, не нравится администрации президента, мэрии не нравится, и они решили закрутить здесь гайки. Но они ошибаются. Понимаете, есть резьба. Если ее перекрутить, значит, то резьба сорвется. И народ пойдет без ваших законов. Вы что хотите там, принимайте, они выйдут на улицу и будут требовать гласности, открытости и требовать свои права. Дальнобой сегодня, дальнобойщики уже вторую неделю стоят на дорогах. К ним кто-нибудь подходит? Не желают. Социальная, значит, экономическая ситуация резко ухудшается. Зарплаты снижаются, доходы снижаются, рабочие места сокращаются, цены на товары, продукты питания, тарифы, все увеличивается. Капремонт, налоги увеличивается. Естественно, народ, что первое требует? Вы с нами встретитесь. Где? Законом запрещено. Запретили, пойдем на улицу. Пойдем на улицу. Столетие революции сегодня. Ну, хотя бы историю-то читайте. Булыжник в пролетариатах тогда был, сегодня плитка Собянина полном в Москве. Значит, все это заработает. Нельзя доводить до безумия, до безумия, в том числе, тем более законодательство. Это норма, которая распространяется на граждан Российской Федерации. А так встретился вот Рашкин здесь, пока закон не будет принят, миллион штрафа, значит, отсидка и год, значит, до года принудительных, значит, работ. Ничего себе устроили власть, разделение властей. Позор. Самый настоящий позор. Это трусость тех, кто внес. Трусость самая настоящая. Позор с точки зрения законодательства. И, естественно, мы голосовать будем здесь против данного закона. И будем его оспаривать в конституционном суде. Будем оспаривать в конституционном суде. И обращаться к населению, к народу. Совсем за быдло уже считает население. И что оно бессловесное, как твари. Что сказали, то и делайте. Вы быдло, не быдло. У граждан есть чувство собственного достоинства, и они отстоят свое право на слово, на свободу слова, на свободу получения информации от депутатов в том и всех уровнях.